приветствую друзья меня зовут репетитор и коуч дмитрий в этом маленьком видео позвольте поделиться своими ценными мыслями по поводу нас насчет того как классно овладевать иностранным языком ну в нашем случае английским но также мне очень нравится и французский и в общем и немецкий белорусский гола узкий какая разница главное чтобы этим занимались что им хочу сказать у меня много видео на канале на эту тему обычно там супер много просмотров у них нет потому что она никому нафиг не надо но я понимаю что это же не развлекательный information а какая-то такая которая заставляет типа подумать да это же это же сложно вот поэтому я без претензий в раз захотелось очередной раз с вами поговорить на эту тему надо поговорить а то что ж а то она будет бегать как это энергетическая недоеденной котлеткой да за ребенком не сделал так вот смотрите друзья приведу пример конкретный как у нас в мире обычно считается гуманитарии технари да ну хорошо при этом обычно технари ассоциируется с широтой там интеллекта с мощью интеллекта а гуманитарии это такие знаете чуть ли не полу дурачки которые вот для человека не посвященного в эти дела она так действительно так всю жизнь да вот например инженер какой-то вот это мозг алина христа болтология да я где-то полгода назад годик назад прошел для интереса курс онлайн по тестированию программного обеспечения меня принципе мне нравится айти только не вот код писать она что-то по глобальнее системы там всякие системные архитекторы дину не в этом дело на и этот курс он не требовал диких знаний там языков всяких джав питонов тогда просто ну вот я его прошел и там и слышал всякие лекции и на одну из лекций же под конец паренек известный какой-то надо тестирование то есть серьезный тестировщик программного обеспечения только серьезно это очень очень интеллектуальный человек ну очень там вы в это скорее все не вникали поэтому вы от этого далеки не будем сильно поверьте мне на слово что очень серьезный человек представьте ну проанализировать систему какой-то там корпорации до который вот в ней так называемые баги недостатки да и вот вам их надо почувствовать понять мало того что отправить их на исправление потом опять же вам что-то на исправляли вы опять всю эту картину сводите в разуме да и опять там что-то не так опять на накосячили до опять 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 согласитесь ну широта мышления нужно это не просто там страничку веб-сайте к чё-то у вас там съехала буковка б там куда-то это тоже требует определенного интеллекта новым я же разные виды тестироваться ну вот и там паренек этот говорит что я уже много лет в этой сфере и вообще в мире считается что самые крутые тестировщики вырастают из гуманитария вот вам прикол понимаете не из технарей я так себе задумался почему такое может быть да вот этого вечный вопрос почему клуб юных почему тебе я думаю там друзья смотрите математика или тем более язык программирования человек приучается годами думать по шаблонам вы понимаете 3 плюс 3 там равно 6 до 2 плюс 24 вот формулы шаблоны формулы шаблоны ты становишься как величайший мясистый калькулятор только быстрее ты свои мыслительные процессы тренируешь на вот это пересчет но условно если они есть б это бы не есть а если гуманитарий представьте что такое язык это невозможно сказать на язык который результат эволюции человечества за тысячелетия язык бесконечно гибкая мощнейшая фигня которую невозможно писать словами ведь языка не просто там дул голос да если я ставлю дул там не надо даст там этот уровень марии ивановны школе номер 174 если по-серьезному язык воспринимает даже слова грамматика это очень круто почитать описать язык по-настоящему типа это немногие в этом мире могли это сделать гораздо меньше чем там написать я ни в коем случае не умаляют интеллект программистов и так далее но я хочу чтобы вы поняли что как великий дедушка эйнштейн говорил все в этом мире относительно и если я выдвигаю какое-то суждение вот обязательно найдется контур суждения его великий закон контрастов поэтому я вообще стараюсь ничего радикально не утверждать потому что обязательно тебя тыкнут что ты братан посмотри есть же и оппозит ну в общем другой полюс есть так и здесь никогда вот многие семьи родители они стараются чтобы ребенок был интеллектуальным успешным в жизни когда они обязательно запахать его запихать куда-то связано с финансами или сайте вот с финансами или сайте потому что он будет и разумным и богатым и так далее может он богатым то и будет я обеспеченным это однозначно но вот насчет вот там не все так просто если вы хотя бы почитали там кита теоретически компаративные лингвистики так далее вы почитаете стране скажите нифига себе то я тут вообще нифига не понимаю вот поэтому не все так просто язык это не что широкую чем шире я познаю и думаю языке у меня там такие процессы в разуме которые мышление про айти но не создаст и что не создал лишь тем более про финансы то есть сравните быстро работающий мощнейший калькулятор и некий широкий трансформирующийся гибкий разум это чуть-чуть другое так что друзья безусловно ведь может же человек быть развитым и войти финансах и в английском там и так далее это классно если ему хочется если его не насилуют родители а если он будет но утверждать что я помню как я значит 2 высшее образование получал там был бывший ректор такой как противный дед он меня заставил хулиган значит мне супруга там лекции переписал выше я реально не успевал этом ходим на работу на некогда мне было присописать эти бредят бредовые лекции но он почерк распознал что почерк немой ну и начал орать и заставил меня действительно все это переписать написать но кроме того сделать самому несколько контрольных по значит к нормам вот этих освещения чтобы как называется или безопасность жизнедеятельности такое охрана труда там вот и я это сделал так я сначала думал не получится там такой так много этого маразма что но я справился бы мне даже понравилось так вот этот дед всегда там кричал чем вы учитесь на каких-то там менеджеров у меня тогда вторая мне приспичило второе высшее образование менеджмент организации но тянет мне мысли широко хоть и треснет возьмите себе приобретите нормальную инженерную человеческую специальность они вот эту глупость я про себя думаю дед ты не соображаешь то есть если ты думаешь что ты всякие зазоры в гайках и так далее ты выучил и так далее тебя зазорит и какой-то немецкий инженер клаус такой идентичный то ты уже тут самый умный в мире нифига ты попробуй замахнись на осознание каких-то лингвистических структур сравни там несколько языков ты почувствуешь что такое и у моих окей друзья так что я желаю вам развития в разных сферах как и себе тоже и если у вас там есть детки помните что не все так просто не только математика идти сделать вашего ребенка умным лингвистика или там искусство рисование да это типа там для каких-то они на домашних девочек не все так просто окей друзья я желаю вам счастья встретимся наших следующих видео